Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы в гостях у посла Израиля в Казахстане у госпожи Лиат Вексельман. Госпожа Лиат, доброе утро! Доброе утро! Что мы сейчас будем готовить? У нас праздник Шабот отмечается скоро. Это праздник дарения Туры евреям. И в этот праздник также принято кушать молочные продукты. Это также связано с циклом начинания первого урожая, собрания первого урожая. Демонстрируем наши фрукты, нашу первую выпечку, плоды наши. Это веселый праздник. Люди одеваются в белое, как мы. Отлично, давайте приступим. Что нам для этого сегодня понадобится? Мы делаем творожную выпечку, творожный торт. Он состоит из начинки и из основы. Отлично. Сперва мы сделаем основу песочную. Мы добавляем к муке сахар и масло, пока не получатся сыпчатые такие... Консистенция. Да, сыпчатые будут. Перетираем руками. Да, перетираем, пока будет крошка, как песок. Пожелят. Расскажите, пожалуйста, еще поподробнее, какие особенности есть в израильской кухне, традиционные блюда. Израильская кухня – это очень много свежих овощей. И вообще Израиль известен тем, что он из пустыни сделал цветущий оазис. И благодаря настойчивости народу и умной политике правительства развились сельскохозяйственно. И теперь мы не только себя кормим, мы посылаем на экспорт, продаем очень много. И, что более важно, мы все эти технологии продаем другим странам. Вы меня спросили насчет израильской кухни. Я чуть-чуть перебежала на другую тему. Да, израильская кухня – это очень много овощей, свежих фруктов. И, ну, по сравнению с Казахстаном, мы меньше мяса едим. Больше рыбы и курицы. Я читала, что у вас не смешивают мясные изделия и молочные продукты. Да, по законам кошерности не смешивается молочная и мясная. Крошка вроде готова. Конституция крошки, как песок. Сейчас мы делаем начинку. Мы кладем 500 грамм творога. Я использовала 9%, из которого я вытянула с марлечкой всю жидкость, чтобы не было жидкое. Половина стакана сахара, 3 яйца и чуть-чуть ванилина. А я вас попрошу сделать чуть-чуть тесту. Хорошо. Только цедру, да? Цедру, да. Сначала разбиваем яйца, да? Да. Сейчас мы начнем с этого. Цедру апельсина добавляем сюда. Половину я кладу вниз и делаю базу. Основу, да? Основу, да, базу. Вливаем начинку на нашу основу. Сейчас я делаю крошку. Мы кладем нашу выпечку творожную на 20 минут 190 градусов. Госпожа Лиат, пожалуйста, расскажите, что у нас сейчас на столе? Это традиционная кухня Израиля? Ну, вкратце я хочу познакомить вас с обычаями вообще традиционной кухни Израиля. Классика – это, конечно, бурекас. Это слоеная выпечка с начинками. В основном это разные сыры. Может быть, картофель, может быть, шпинат, может быть, грибы. Не мясные. Израильская классика, традиционное блюдо – это пита с хомусом. Открываем руками и кладем хомус. Да, хомус. Очень полезно, много протеина. Это традиционное блюдо на хануку, которое мы празднуем зимой. Обычно по еврейскому календарю это декабрь. Натертая картошка, как драники. Мы подаем их или со сметанкой, или тут я подала с рыбой. Вообще в Израиле больше всего кушают свежих овощей, фруктов, салатов. Много выпечки, много курицы и много рыбы. Я закрою. Чуть-чуть отстоится, будет спускаться вниз, падать. Видите, и выходит чисто. Дорогие телезрители, наш пирог готов. Приятного аппетита! Дорогие телезрители, наш пирог. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова